Вести Дагестан С главными событиями понедельника 19 июня информационный выпуск Вести Дагестан в студии Бедерниса Гусейнова. Добрый вечер. Сегодня глава республики Сергей Меликов провел традиционное совещание по актуальным вопросам. Первым был о ситуации в Буйнакске, который пострадал от сильного града. Значительный ущерб был нанесен жилому сектору и автомобилям. Ситуацию на месте уже оценил премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов. Стихия также причинила ущерб и некоторым другим районам республики. Сергей Меликов дал указание оперативно устранить последствия непогоды и возместить ущерб жителям пострадавших муниципалитетов. Председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Буйнакск, сильно пострадавший от града 16 июня. От горожан уже поступило более 2000 заявлений об оказании помощи для восстановления нанесенного ущерба. Премьер-министр побывал в домах буйнакцев, пострадавших от стихии. Глава Кабмина заверил граждан в поддержке, отметив, что на республиканском уровне будет создана комиссия по оценке ущерба. Мэрии для определения числа пострадавших и оценки ущерба созданы 25 межведомственных групп для подворовых обходов. По предварительным данным, повреждения получили более 2000 частных домовладений, 33 многоэтажки, 7 школ и 14 детсадов. Объекты жизнеобеспечения работают штатно. Прежде всего, люди должны получать воду, газ, свет, дороги должны быть на месте. И, конечно, если есть пострадавшие дома и так далее, или, например, республики участки и другой нанесенный ущерб, в рамках действующего законодательства должны они получить возмещение нанесенного ущерба. Председатель правительства побывал и в Ахвахском районе. Здесь после реконструкции открыли сквер имени героя Великой Отечественной войны Магомед Загида Абдулманапова. Абдулмуслим Абдулмуслимов также принял участие в открытии мечети. С подробностями Даниил Исаев. Председатель правительства Дагестана посетил стройплощадку в селе Карата, где в процессе находится реализация масштабного проекта – швейного цеха на 60 рабочих мест. Здание планируют сделать по всем стандартам качества, тем самым создав новые вакансии для жителей села. Сейчас у нас идет на данный момент этап заливки фундаментов. На данный момент на объекте работает 8 человек. Очень тяжелые погодные условия у нас. То у нас, то дождь, то работа не получается. Ну ничего, как-то пытаемся выловить момент, строить, делать. По плану у нас идет сдача самого каркаса здания. Это идет 1 декабря 2023 года, а полная эксплуатация здания – это 2024 года. На территории сквера установлен памятник Герою Советского Союза – уроженцу Карата Магомедзагиду Абдулманапову. Вдоль стены расположились стеллы с именами других участников войны. И здесь же открыли памятные доски с погибшими при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции – Гаджи Саидову и Саиду Саидову. Такие мероприятия патриотические. И у нашего предостающего поколения есть о чем думать. Есть о чем думать. Да, сегодня идет ориентация. Да, сегодня идет специальная военная операция. И, конечно, мы сегодня людскую голову склоняем перед памятью тех, которые опять-таки отдали жизнь за то, чтобы на территории нашего государства был мир. Поэтому мы никогда это не должны забывать. Мы должны на таких героических примерах воспитывать подрастающие поколения. Благодаря реконструкции появились новые ворота. Заменена тротуарная и гранитные плиты. Урны, скамейки, законченная облицовка постамента и посажены новые цветы. Созданы все условия для комфортного отдыха жителей. А в селе Кудия-Брасо председатель правительства принял участие в открытии мечети. Ее строительство было начато по индивидуальному проекту в середине 2018 года. В комплексе с мечетью предусмотрены медресе, библиотека и столовая. Помощь в ее возведении оказал уроженец Ахвахского района, известный меценат Амар Муртазалиев. Мы выразили огромное количество людей, начиная от художников, дизайнеров, кого мы привлекали. Большое количество строителей наших, и турецкие строители здесь работали, и минореты возводили. Им хочу выразить огромную благодарность и истинный поклон за то, что довели его до такого завершения. По словам Абу-Муслима Абу-Муслимова, открытие новой мечети, как и сквера памяти в селе Карата, послужит новым толчком для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Ахвахского района. Продолжаем выпуск. Крупное наступление украинских войск обернулось для них огромными потерями, как в технике, так и в живой силе. Один из тех, кто уверенно держит рубежи, наш земляк и герой России Руслан Курбанов. После начала контрнаступления вооруженной силы Украины, за свое подразделение ничего особого не хочу рассказать, потому что мы выполняли вместе с артиллерией моей же 40-й бригады свою плановую работу. Хочу отметить именно работу штурмового отряда «Шторм» нашей же бригады. Мало того, что это молодое подразделение, так и это подразделение одно из первых зашло на территорию населенного пункта Новодонецкая, которое находилось в течение пяти часов под контролем вооруженной силы Украины. И 23 военнослужащих штурмового нашего отряда билось против 103 морских пехотинцев 37-го Одесского отдельной бригады морской пехоты вооруженной силы Украины. Причем за три часа боя противник был полностью уничтожен, а те, которые выжили, они просто убежали через заврак. Радует то, что у нас наконец-то штурмовые подразделения начали не только в дневное время суток выполнять боевые задачи на оценку отлично, но и в ночное время суток. Получается, на следующий день, после того, как наши штурмовики закрепились на территории этого населенного пункта, именно по документам подтвержденных 78 человек убитых, три человека именно морских пехотинцев противника были взяты в плен, и порядка 50 единиц техники подбитой стоит на окраинах Новодонецка. Лично моей бригаде очень сильно повезло, потому что батальон морской пехоты 37-й бригады морской пехоты ВСУ, которая к нам заходила, они мало того, что заехали полностью на иностранной технике, так практически в каждой единице техники подбитой лежит методическое пособие, как механику водителю-водителю, так и наводчикам-операторам. Так даже в оставленных французских колесных танках АМХ, здесь РС, там даже на всех членов экипажа, получается, оставленные методические пособия, которые в течение уже крайних 10 суток мы изучаем, свои знания и навыки улучшаем. Ну, могу одна сказать, что вся техника, оставленная в Донецком, у всех проблемы с электрооборудованием. Как и до этого говорилось, чем больше электрооборудования, во время работы артиллерии, во время нанесения огневого поражения, осколки попадают каким-то образом в корпус, и после чего начинают замыкать. Одна проводка замкнулась, и всё, машина уже не боеготова. А у них практически везде стоят диагностические пульты, и полностью, пока машина не пройдёт диагностику самостоятельно, то она не запустится и никуда не поедет. О том, как сейчас обстоят дела в зоне специальной военной операции, сообщили начальники пресс-служб двух группировок «Центр» и «Восток» Александр Савчук и Олег Чехов. На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение личного состава противника при поддержке боевых бронированных машин 67-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины. В результате авиационного удара штурмовиками Су-25 уничтожена боевая бронированная машина, а также противник понёс значительные потери среди личного состава. Кроме этого, артиллерийскими расчётами группировки войск уничтожены автомобиль подвоза боеприпасов и два расчёта 120-мм миномётов украинских войск. На южно-донецком направлении подразделениями группировки «Воиск Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия. Мотострелковыми подразделениями сорваны две атаки противника в районе Новодонецкого. Уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы. Отражены две атаки противника в направлении населённого пункта Равнополь. Уничтожены танк, боевые бронированные машины, автомобильная техника и живая сила националистов. На Запорожском направлении пресечена попытка противника разведки боем в районе Черивного. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила ВСУ. В районах южнее Новоданиловки и южнее Малой Токмачки противник пошел в наступление силами до батальона при поддержке тяжелой техники, применяя тактику наращивания наступления волнами. Мотострелковыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии и авиации уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и живая сила националистов. Силами армейской авиации поражены свыше десятка мест скопления живой силы ВСУ в районах Малой Токмачки и Макаровки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица в районе Степногорска. К другим темам. В Махачкале прошел семинар совещания руководителей и партийного актива региональных отделений КПРФ Северокавказского округа. Участники обсудили социально-экономические вопросы региона, организовали работу по секциям, делились опытом о масштабном мероприятии Диана Амиралиева. На площадке перед Оварским театром развернули палатки делегаций региональных отделений партий. Для участников с национальными танцами и песнями выступили артисты. С приветственным словом, перед однопартийцами выступил первый заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин. В форуме приняли участие коммунисты из разных регионов Северного Кавказа. Такое масштабное событие собрало на прибрежном бульваре Махачкалы сотни людей. Говорили на форуме о важности укрепления русского мира и нашей исторической памяти. И, конечно же, выражали поддержку всем, кто сейчас участвует в СВО и отстаивает интересы России. Большое внимание уделили вопросам социально-экономического развития региона в сложных условиях. Мы видим, как развивается республика. Мы рады, что сюда едет много людей, которые хотят узнать историю региона. Но все усилия наших коммунистов здесь, в республике, настроены на созидательную деятельность. С другой стороны, мы видим в условиях, когда Запад объявил нашей стране войну, социализм, народовласть, дружба народа является ключевым путем для будущих успехов России. Как отмечают участники совещания, дагестанские партийцы всегда отличались твердостью своих позиций и честным отношением к проблемам народа. Большая работа республиканским отделением проводится и для укрепления связей субъектов федерации. Такого рода мероприятие очередной раз дает стимул для развития нашей республики в экономическом плане, в плане социального развития. Все, кто приехали в гости, это представители парламента, федерального парламента, депутаты Государственной Думы, в той или иной степени, которые встречались с нашими коммунистами, с нашими людьми, дагестанцами, обсуждали разного рода проблемы. И эти проблемы будут озвучены на федеральном уровне. Естественно, будут поддерживаться и оказываться действия в решении вопросов проблем нашей республики. Первый день семинара работа прошла в секциях, где участники смогли поделиться своим опытом работы. Депутаты также успели посетить национальные музеи и возложили цветы к памятнику Расулу Гамзатову. Именно в честь столетнего юбилея великого поэта семинар-совещание было решено провести на родине писателя. Вторая республиканская клиническая больница сегодня является высококвалифицированным лечебным учреждением. В его состав входит и госпиталь ветеранов, где медицинскую помощь получают не только люди пожилого возраста, но и ветераны всех боевых действий, афганцы и участники СВО. Несмотря на наличие современного оборудования, самым ценным составляющим медучреждения остаются кадры. Ситуация с пандемией лишь доказала, что коллектив здесь профессиональный и сплочённый. А тех, кто выбрал для себя такую сложную и почётную миссию – спасать жизни Наталья Алипулатова. Это отделение реанимации второй республиканской клинической больницы. Ежедневно сюда поступают десятки людей, что, по мнению самих врачей, является показателем хорошей работы. Вот уже 27 лет здесь трудится заслуженный врач-реаниматолог Республики Дагестан, обладатель высшей государственной медицинской награды Ордена Пирогова Халид Исмаилов. В 1985 году ещё юноша, и он определился с выбором спасать жизни людей и навсегда остался в медицине. В реанимации простые пациенты не бывают. Здесь находятся все пациенты с жизнеувражающими состояниями, с нарушением функций жизненно важных органов и систем, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, полиорганной дисфункции, патологии полиорганной недостаточности. Сказать, что отдельно какой-то случай был в реанимационном отделении, это сложно сказать, потому что все случаи, все тяжелые больные, которые находятся между жизнью и смертью, они находятся в реанимационном отделении. Сегодня в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии есть всё необходимое для пациентов. Самое современное лечебно-диагностическое оборудование – медикаменты, цифровизация данных, опытный персонал. В самое непростое время, период пандемии коронавирусной инфекции, нагрузка на отделение выросла в несколько раз. Реанимация была перепрофилирована и принимала самых тяжелых больных, не зная сна и отдыха. Под руководством Халида Магомедовича здесь боролись за жизнь каждого человека врачи, медсестры и санитары. Проверку на прочность выдержали все. Действительно, период коронавирусной инфекции в учреждении было перепрофилировано под лечение инфекционных больных, куда в том числе относится и ковид. Это очень заразные инфекционные заболевания. Почему-то все думали, что это поражается только легким. Он поражает весь организм, соответственно, с расширистым системой, церебральную систему. Естественно, у пациентов тоже была паника. Не было разработанных методических рекомендаций клинических руководств, протоколов лечения. Были, лечились автоматические дочери. И поток больных был колоссальный. Республиканская клиническая больница номер 2 сегодня является высококвалифицированным лечебным учреждением. Имеет три подразделения и 11 отделений. Неврология, хирургия, урология, реанимация, кардиология и другие востребованные направления. Ежедневно в приемное отделение поступают и обращаются порядка 100 пациентов. И еще около 600 стоят в очереди за возможностью получить лечение и пройти диагностику. В составе нашего лечебного учреждения есть госпиталь ветеранов. Этот госпиталь уже существует очень много лет. Пациенты помнят и знают о том, что есть такой госпиталь. И поэтому эта преемственность у нас сохраняется сейчас. Мы принимаем пациентов пожилого возраста, старческого. Это отделение гириатрии. И всех ветеранов боевых действий. Это и афганцы, это участники боевых действий. И сегодняшние проблемные пациенты, которые участвуют в СВО, они тоже к нам обращаются. Мы им оказываем помощь. И не только им, но и их род. Всегда идем им навстречу. Это и входит в наши обязанности. Ну и тут чисто человеческий фактор. Конечно, мы стараемся помочь пациентам нашим. День медицинского работника в России традиционно отмечают в 3 воскресенье июня. Это профессиональный праздник для врачей, медсестер, фельдшеров и всех, кто имеет отношение к медицине. Однако для каждого врача, как в клятве Гиппократа, праздник – это всегда чья-то спасенная жизнь. Незабываемое зрелище жителям столицы подарили участники мото-клуба Black Eagles. Байкеры устроили настоящее шоу на площадке исторического парка. Здесь отмечали Всемирный день мотоциклиста. Все желающие могли сделать фото на железном коне и прокатиться. Сопровождалось действие выступлением ансамбля и зажигательной лезгинкой. В этот день прошли также конкурсы. Байкеры соревновались в самой быстрой и самой медленной езде, проверяли рев моторов. Участники мероприятия получили памятные подарки. В Дагестане с 26 по 29 июня в рамках празднования столетия Расула Гамзатова состоится межрегиональная форма культурных традиций «Россия Расула». Он проводится с целью укрепления духовно-нравственных ценностей, дружбы между народами, приобщения молодежи к народному творчеству. Радио России. Дагестан. Спорт. Игры очередного четвертого тура прошли в чемпионате Дагестана по футболу. В северной и южной зонах было сыграно по два матча. В одной из игр южной зоны в Табасаранском районе местная команда принимала в гостях из Бирбаш. Проиграв в прошлом туре в Магарамкенте, Табасаран готов был реабилитироваться в родных стенах, поэтому игроки сразу понеслись атаковать. Итогом продуктивного для хозяев первого тайма стали четыре забитых мяча. Забив еще дважды и во втором тайме, хозяева закрепили уверенную победу 6-1. В других матчах тура Леке ожидаемо переиграл Каспийский УОР, Касавюртовский район выиграл у Кизляра. А в столичном дерби команда Республиканская спортшкола оказалась сильнее судостроителя «Динамо». По сообщению Дагестанского гидрометцентра, ближайшие сутки по районам республики ожидается местами небольшой и умеренный дождь, гроза. В отдельных горных районах возможен град. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-22, днем 22-27 градусов. По горным районам ночью 7-12, местами до 16 тепла. Днем плюс 15-20. В 13 часов в Махачкале. Температура воздуха была 27 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров в ртутного столба. Влажность 66%. В ближайшие сутки Махачкале ожидается дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 21-23 тепла. Вода в море 26 градусов. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан». Вела выпуск Бедернися Гусейнова, редактор Шерипат Шульгина, звукорежиссер Мумина Талиева. Мы желаем доброго вечера и хороших новостей. И хороших новостей.